Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли А давай поговорим, какие практики сегодня становятся модны и популярны? Ух ты! Вот смотри, я все чаще в ТикТоке замечаю, что появляется куча роликов, аналогичных передающим наше содержание с попыткой сохранить объективную реальность. То есть, есть опертка, а конфета пропала. Ну да. Выглядит точно так же, но при этом иллюзорно поддерживается объективная реальность. Нет понимания того, что есть только реальность человека. То есть, вот даже если мы соберем за один стол, пять человек посадим, все видят по-разному стол, все видят по-разному комнату, и после того, как они выйдут из этой комнаты, каждый разойдется по своему миру. И этот стол, эта комната была лишь миром, где стыковались реальности этих людей, соединились. И потом они разбежались. И точно так же в интернете, когда люди сели, подключились к нашему курсу, и типа они в одной с нами реальности, это стыковка миров. Но у нас реальности разные. Мы не живем в Казахстане, в США, мы не живем в России, мы не живем в Канаде, Америке и так далее. Выходя, каждый видит свою игровую карту. И они у нас разные. Так о какой объективной реальности идет речь? Что тогда эта объективная реальность? Время? Ну так время в Индии, время в Иране, время у нас разное. Что общее? И тогда, смотри, а на самом деле, между прочим, объективная реальность, это и есть вот эта стыковка миров. Да, это момент самой стыковки. Момент самой стыковки. В моменте здесь и сейчас. В моменте здесь и сейчас. То есть мы ее создаем и субъективной, в моменте здесь и сейчас, чтобы взаимодействовать со своими зеркалами. Это как подходишь к зеркалу и пальцем по нему проводишь, вот этот момент стыковки миров, когда ты взаимодействуешь со своим отражением. Вот это то же самое. Это нет никакой объективной реальности. Ну очевидно, это же очевидно, конечно. Мы сейчас простейшие вещи проговариваем, очевидные. Но при этом тогда надо взять полную ответственность на себя за то, как ты живешь. За отражение себя. За отражение себя. За то, как к тебе относится мир. А это как ты к себе относишься. Какое ты отражение видишь. Какое отражение ты видишь. В своем мире, да. Ведь это все о тебе. Ну тогда это... Человек, прикинь тогда. Если я вижу в своем отражении войну, так что у меня война идет, а то нет. Дело в том, что вот этот внутренний мир, внутренний мир, который отражается реальностью у человека перед глазами, этот внутренний мир, он настолько сокрыт и настолько не воспринимается человеком, потому что человек, привыкший выносить ответственность на объективную реальность, он все время зацеплен вниманием снаружи. Да, снаружи, да. А внутри его нет. Более того, смотри, та же самая наука, та же самая психология. Я говорю, я в психологии все больше отношу к такому завуалированному мошенничеству. Просто трындец. Может быть, это пока у нас такая воюющая позиция, но это факт. Очень много слов и очень мало смысла. Слова, уводящие человека из его внутреннего мира наружу, в боль, в игру, и это игра не этого человека, но хоть какая-то игра. Более того, те же самые психологи работают по протоколу, как правильно работать, а здесь уже вообще теряется внутренний мир человека. Тут нету человека, тут есть автомат, точно так же, как и медицина. Лекарства по протоколу, все по протоколу. Вот такая болезнь, значит, вот такие лекарства. Вот такая, вот такие. Причина в психике у всех разная. И эти лекарства для кого-то это побочный эффект, для большинства, да? И могут и сотни одному действительно помочь, когда попадут в точку. Когда попадут, да. И не факт, что попадут. Но сам факт, что вот эти моменты такие, когда из объективной, из зеркала есть попытка... Знаешь, это как вот я разукрасил свое изображение в зеркале, нанес макияж на зеркале. Но есть, конечно, положение, где совпало, макияж лег как надо, который на зеркале. Но если ты чуть сдвинешься, а макияж на зеркале остается, вот ваши побочные эффекты. То есть вот эти моменты, они, ну, для нас они очевидны, но они опять-таки непонятны под сознанием. Под сознание смотрит на это и говорит, ну, ты в раю можешь играть в любовь, в счастье, в здоровье. А ты, блин, какие-то игры себе замутил тупые. Как обезьяна, кривляешься в зеркале, да? Разрисовываешь его и пытаешься попасть мордой под разрисовку. И думаешь, что ты умный. И думаешь, что ты умный при этом. А это программа ума так разводит. Это вообще невероятные вещи. Но это стебно, зато выглядит. Но при этом никто не говорит о внутреннем мире. И не дает практик, как туда попасть. А как туда попасть? Управляй своими эмоциями. Управляй своей выделительной системой. Ну, прекрасно, этому надо учить. Ощущения. Вот на ощущениях уже объективная реальность закончилась. Но при этом только начинается вход во внутренний мир. Но еще состояние, где-то человек может отличить состояние депрессии от состояния радости. Дальше уже о состояниях речь не идет. О состоянии сознания вообще вуалируется при этом. А это чувствуется, как если бы это формула инфодайинга. До нас чувства были подменены эмоциями в психологии. И чувства, когда говорили о чувствах, говорили о психоэмоциональных состояниях. Именно эмоциональных. Да, да, да. А сейчас уже стали говорить чувства. Вообще стали появляться те термины, которые употребляли мы. А не употреблялись они в науке, в психологии. Нет. Об искренности речь нигде никогда не шла. Нигде никогда. Мало того, вспомни, про любовь мы начали когда говорить. Помнишь? Тогда никто не говорил про любовь. Стали говорить про любовь. Про благодарность, про счастье. Да, про благодарность, про счастье. Сейчас все это вот чистое сознание. Практику зеркала как перевирают в разных вариантах. Ну, слушайте, в практику зеркала уже вкладывают, загадывают желание на материализацию, еще что-то. Ну, ребята, ну вы суть тогда не словили. Зеркало – это о любви к себе. Я в зеркале люблю себя, ценю себя, благодарю себя. Я кайфую в зеркале от себя. У меня самое лучшее зеркало. И тогда зеркало отражает меня самую лучшую. И так далее. Вот эти все вещи. Опять-таки, они все простые. Они все в открытом доступе. И из каждой из них, видишь, есть суть практики. А есть обертка практики. И из каждой из них растаскиваются обертки. Потому что человек привык к оберткам. И поэтому он суть не замещает. Он привык к отражению зеркала. Да, да. А именно обертка разносится обертка. Он не привык разворачиваться к себе. Он вообще обесценивает внутренний мир. Да. Понимаешь, обесценивает себя. Человек, на самом деле, ты посмотри, он… Мы живем в мире обесценивания себя. Полностью. И при этом… Так это мир больной. Мир болезней. Потому что для того, чтобы развернуться к себе, у подсознания есть варианты. Либо ты сам осознаешь и разворачиваешься. Либо через боль. Да. Потому что для подсознания боль – это жизнь. Да. И вернуть надо тебя в жизнь. Разбудить труп этот ходячий. Выключить робота. Зомби. Зомби. Да. Мы правду говорим. Мы все правду говорим. А выключение зомби начинается с благодарности и с обучения благодарности. И знаешь, вот сейчас были первые звонки. Дети шли в школу. И на самом деле было больно смотреть. Вот с одной стороны радостно. Дети первоклассники идут в школу. И мой пошел. А с другой стороны больно смотреть, когда первый урок непонятно что. А мог бы быть урок благодарности и искренности. А, в этом плане, да. Мог бы быть урок интереса. Да. Урок благодарности своей стране. Себе, своим учителям, своей школе. Урок благодарности себе за то, что имеешь. Чтобы ребенок знал. У меня самая лучшая семья. У меня никогда не предъявят потом претензии родителям. Он будет благодарен за жизнь. У меня самая лучшая жизнь. У меня самая лучшая страна. У меня самое лучшее окружение. У меня самая лучшая игра. И вот с этим вот, вот этот момент, когда он счастлив от того, что он имеет все самое лучшее. Когда он замечает, что у него самое лучшее на самом деле. И добавь сюда интерес, и пошел ребенок в развитие. И пошел, крылья огромные, полетел. Да. И смотри, при этом подходе, когда ребенок из благодарности, ведь когда у него самое лучшее, и он осознает это самое лучшее, это идет уже запрос осознания. Те осознания, которые нужны нашему подсознанию. И вот идет туда осознание. У меня самое лучшее. И он осознает, почему он считает так, что у него самое лучшее. До него это доходит. То второй сигнал будет озарением. И если ребенок в интересе и в благодарности концентрирует внимание на своем интересе, то у него будет озарение. Вот оно, научно-техническое творчество, развитие и так далее. И не эти перевранные диссертации, когда высосанное из пальца, скопированное у кого-то и обмазанное на целый том, а реальное изобретение, реальное открытие. Тогда придется нашу Академию наук менять. Тогда диссертация будет не 100 страниц или не 300, а 2 странички, как у Эйнштейна. Не будет размазано. Не будет размазано. Вот суть. Хватит жрать обертки. А обертку можно убрать только через благодарность и через интерес. Да, через разворот к себе. Через разворот к себе. И это так просто. Это так просто и интересно. Развернувшись к себе, вот только тогда и начинается жизнь. Настоящая, это самая ценная жизнь. Ты осознаешь ценность своей жизни. Ценность своей жизни. Ценность своего тела. Ценность того, что ты имеешь уже. Ценность того, что ты имеешь. ценность всего того, что тебя окружает. И вот это да, юху. И тогда тебе не хочется воевать, тебе не хочется бороться. Потому что ты ценишь это. Тебе не нужны конфликты. Тебе хочется создавать, создавать, творить, проявляться. Потому что ты перестаешь быть гостем здесь, а ты хозяин. Да. Ну, ты знаешь, у меня так получилось, что в конце августа, это мне подбросило в ТикТоке несколько роликов, и я увидела, как наш батька разносит там наше образование. Правильно разнес его. И я надеялась, что к первому сентября. Ну, блин, ну, ребята, ну, введите уроки благодарности. Ну, действительно, что вам стоит? Это же просто. Это же на раз, два, три можно было сделать. Не в этом году. А жаль. Ведь для того, чтобы изменить то, что есть, надо оттолкнуться от новых кадров. надо подготовить эти новые кадры. А без благодарности ты их не подготовишь. Без интереса трудиться и растить новое поколение не подготовишь. И это надо делать быстро, не откладывая во времени. Конечно. Чтобы это побыстрее вошло уже в жизнь, укоренилось в жизни. Но на самом деле, смотри, уроки благодарности, да, их ведь тоже надо, чтобы тот человек, тот преподаватель, который их может создавать эти уроки, он должен осознавать, что такое благодарность. Но он тоже должен быть развернут к себе. Да. А проблема в том, что этого разворота нет, пока есть религия. Конечно. Потому что Бог вынесен на Альфа-Центавр. И это причина причин того, что мы имеем безответственность. Потому что с детства у нас выносится все на объективную реальность. потому что Бог вынесен. Изначально подход не я создаю, я отвечаю, я, мое сознание творит мою игру, мою реальность. И это я единое. Если если бы вот с детства я это осознавала, мне бы не пришлось потратить больше 50 лет, чтобы прийти в эту точку сегодня. Все было бы значительно быстрее. И поэтому сегодня мои дети уже это дело осознают сразу с молодого возраста и сразу идут в интерес. И хотелось бы, чтобы шли не только мои дети, не только твои дети и другие дети. Чтобы шло счастье, чтобы люди были здоровы. Без разворота во внутренний мир не может быть здоровья. Без благодарности не может быть здоровья. Просто не может. Без ценности себя не может быть здоровья. А ведь как это ценность себя? Это же гордыня. Это эго. Эго, да. Надо же страдать. Мы пришли страдать. Грешные. Потом в рай уйдем. А потом последние минуты смерти. Блин, как накроет. Ты был в раю. Да. И ты его обгадил. Ты понимаешь последний момент. Блин, так я же был в раю. Фу, сознание пошло. Поздно, батенька, пить боржом. И когда почки твалились. Да, да. Так оно так и есть. Оно так и есть. А представляешь, как больно, когда еще приходят люди, например, которые были убеждены, фанатично убеждены в каких-то сектантских убеждениях. Неважно, там, в той религии или в этой религии, неважно какой. Но у них был вынесен Аллах, вынесен Будда. Они там были... Ох, как больно этим людям. Там вообще больно, потому что ведь этот вынос переносится на следующую жизнь, чтобы ты его осознавал. А потом мы это имеем болезнями, прямыми болезнями. Потому что человек уходит больным от боли страшнейшей. А в последний момент, прикинь, во-первых, он умирает, понимает, а во-вторых, у него осознание, блин, прикинь, вот так, что вся жизнь была просто вот тупо... Коту подход. Ну да, вот просто как... И это такая дикая боль, и сознание уходит в боль, и, конечно, будет рождаться в боль. Мы уходим в боль и рождаемся в боль. Да. А как хочется этой вот благодарности, любви, спокойствия. Опять-таки, когда мы говорим про спокойствие, вот смотри, сейчас, наверное, может и не надо было на видеокамеру такие вещи жесткие говорить. Ну, как есть, это правда. Любой человек, кто будет смотреть, он будет понимать, что это правда. Если человек работает в своем интересе, неважно, он пашет землю, он там вывозит мусор, он там учит детей, он там еще что-то. Он сконцентрирован, и ему интересно то, что он делает. Он зациклен вниманием на то, что он делает. И тогда автоматически, если ему интересно, и он в интересе, вот работает, 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 занят делом, то он имеет продукты, покушать деньги, там сходить в магазин, еще что-то. Он благодарен, что он это имеет, и он спокоен, и он живет в своем мире. В этом мире ему не нужна разруха, ему не нужна война, ему не нужны протесты, ему не нужны митинги, ему не нужны чужие игры, ему ничего не нужно. Ему нужен его мир, его семья, его окружение, чтобы была гармония. Вот этот вот кайф от жизни, когда человек начинает ловить в интересе и в благодарности. И поэтому, когда вот сейчас нагнетается там по поводу 25-го года, я понимаю, ребята, а как без благодарности снять напряжение? Ну, никак. Благодарность автоматически снимает напряжение. Ну, вообще. Уходят чужие игры. Мне становится глубоко плевать на Америку, на Польшу, на Литву. Ну, закрыли границу, ну, пошли нахер вы со своими границами. В другую сторону граница открылась. Ну, все равно ты найдешь вариант, как жить в кайфе, потому что у тебя своя реальность, и в своей реальности всегда есть выход. Даже в... Помнишь ковид? У всех были закрыты границы, мы облетали полмира. Мы путешествовали. Зандибар, Мальдивы там и так далее. Где мы только не были. Как же, а у вас эти вот полисы, а прививки? Да пошли вы в жопу со своими прививками. Белорусы летают без прививок. Ну, ржали же, но прокатывало, прокатывало. Здесь то же самое. Когда ты в интересе, когда ты живешь своей жизнью, у тебя все хорошо, тебя не интересуют эти дебильные игры. Ну, закрыли границу. В другом месте есть. А в другом месте есть, да. Но ты знаешь, что откроют. Ну, пока есть вот это. Не вопрос. Это, знаешь, как играть, кайфовать в жизни. Кайфуешь в жизни. И тебе не надо. Это чужая игра, потому что, если ты настроишься на эту игру, она противна, потому что она разрушает тебя. А когда ты привык к благодарности и счастью, тебе не нужны эти состояния разрушения, там, войны, там, криков. У тебя все хорошо. Протестов, еще чего-то. У тебя все хорошо. И тебе вот это говно не надо. Заберите его отсюда. Поэтому смотри, вот как Беларусь. Беларусь в 19-м году отличилась от всего мира. Беларусь и сейчас отличается от всего мира. Здесь просто солнце. Здесь золотая страна, вообще золотое место. Земля богов. Но смотри, что дает землю богов? Дает очень высокий уровень образования людей. Люди заняты своими делами высочайший уровень трудолюбия людей и разум. Как ни крути. Культура. Культура. Развитие. Это все про развитие. Здесь уютно. Здесь уютно, тепло. Так прикинь, ближайший город реально со всего мира, ближайший город, близкий к Минску, который чувствуется как Минск, реально от Минска ничем не отличается. Чуть-чуть больше по размеру и жарче. Сингапур. Я вообще в шоке была, когда была в Сингапуре. Я ходила, я чувствовала себя как в Минске. То есть у меня чувство Минска не возникает ни в Москве, ни в каком другом городе. Я по Сингапуру ходила и чувствовала себя как в Минске. Ты когда побудешь, ты сама словишь вот это вот чувство. Реально, абсолютно. Полная безопасность, потому что везде камеры. Везде камеры. Никто не плюет, везде чистота, везде аккуратность. Все, как у нас. И вот когда вот эти вот вещи начинаешь, и очень широкие улицы, то есть по улицам архитектура очень сильно напоминает Минск. То есть вот эти вот моменты я ходила, думала, блин, Минск. И когда спросили... Ты просто скучала по Минску. По мне скучала. По тебе скучала. А когда мне спросили, где бы ты еще согласилась бы жить, кроме Минска, я сказала, в Сингапуре. Вот единственный город близкий, как и Минск. Только это город миллионеров. А я бы хотела, чтобы Минск был городом миллионеров. Чтобы бизнес у нас обрестили. Ага, это реальное. И легко, реально. Особенно вот благодарность и миллионер. И просто эта страна расцветает. Расцветает. Озарение через благодарность, осознание, развитие научно-технического прогресса. Это один момент. Второй момент. Беларусь лежит на перекрестье. Блин, такое выгодное экономическое положение запустить здесь центр совершения сделок, обменных операций, валютных операций. Встречи миров. Да, вот этот стол, где встречаются миры. Именно здесь налаживается контакт. Да, да, обмениваются. Стыковка миров. Стыковка миров. Это и есть земля богов. Место, где стыкуются боги в момент здесь и сейчас. Точно так же, по подобию, как стыковка миров. Так вот это должна быть главная задача Беларуси. Тогда здесь будет город не только миллионеров, а город миллиардеров. Рай. Рай. Рай, кстати, для этого есть. Осталось научить благодарности. Образование уже есть. Научить благодарности и из благодарности созданию в голове своих игр в интересе. И дать полную свободу этим играм. Проявляй бизнес, как хочешь. Вот как хочешь, проявляй бизнес. Ты знаешь, ну да. Ограничение построит разум, когда ты смотришь и тебя не делает, например, воровство счастливым. Тебя не делает там разбой счастливым. Тебя не делает счастливым. Я хотела сказать, что... Вот это тогда выкидывается. Что сначала благодарность, а потом... Осознание благодарности, а потом это естественным становится. Свобода. Счастье. Да. И тогда ты не хочешь принимать решение, за которое тебе стыдно или больно, или обманывать, или еще что-то. Потому что ты знаешь, что ты сам себя обманываешь в этот момент. Ты сам себе наносишь боль. После всего момента... Ты сам себе разрушаешь физическое тело. Да. Потому что все это делается из физического тела. И тогда становится естественным переход на другой уровень развития человечества. Тот уровень, о котором мы рассказали, где подсознание протягивает руку и говорит, пошли. Пошли. Не конфликт программ, и я воюю со своим подсознанием на травму предательства, а именно я взаимодействую с собой и учусь взаимодействия. Я выздоровел. Я здоров. Я здоров. Вот это другая игра. Ну, блин, это очень высокий уровень развития сознания. А прикинь, а на одном земном шаре, если вот такая игра сосуществует, игра, возьми вот эти арабские страны, где Пакистан, вот это все. Сегодня прочитала статью, и там женщина описывала, как она в семье жила. И, ну, это отрывок из книги воспоминаний женщины, как матери было много детей, все девочки. И как девочек, она просто убивала. Пять девочек дала жизнь, остальных просто душила после родов. И отец девочек готов был поменять на корову. Прикинь, вот это вот, это про любовь. И как это все может сосуществовать в одной объективной реальности. Нету таких объективных реальностей. Вот статья, это стыковка миров с той реальности из прошлого, из дикого. Ну, да. И это, на самом деле, об окончании того мира. Деградация и закрыт. Ну, то есть все. И если посмотреть, если вот так идет развитие цивилизации, то тогда та игра перестает быть нужна цивилизации, и там природные катаклизмы, увеличение температуры, там смывания. Они просто не могут там не быть, потому что мать-земля, мать, природа, она поднимет и уберет заразу, потому что это уже зараза. Это уже зараза. И тогда через переселение народов у кого-то есть возможность остаться в игре, здоровиться, но большинство просто стерто с лица земли, потому что здесь пошла другая игра, более развитая игра. Так и остался остров с папуасами, там недалеко от Индии, единственный. Точно, да, да, да. А папуасов больше нет. В эту игру уже не играют. И, кстати, так и вымирают дикие племена одно за одним, а оно так и должно быть. Это естественный процесс, потому что если уже деградировал полностью, то дальше игра бессмысленна. Нет игроков для этой игры. Смотри, как мы… Вот все очевидно, да, вот просто… Да все просто. Мы видим вот… Ну, просто вот под носом у тебя и все по образу и подобию. И все настолько открыто и понятно, но тогда, только тогда, когда ты осознаешь… Свой внутренний мир. Свой внутренний мир. И воспринимаешь информацию через свой внутренний мир. Только когда ты развернут к себе, и ты в своем внутреннем мире хозяин, и ты хозяин. Хозяин. Бога вернул на место. На место. Пустил домой и сказал, на тебе ключи от моего дома. Вот оно я. Это я. Я пришла домой. Вот когда я дома, тогда совсем другая игра. Но видишь, надо готовить и воспитывать детей, надо учить взрослых разворачиваться к себе, надо, чтобы учителя были в интересе и в благодарности. Представляешь, какая работа должна быть с учителями, чтобы они были в интересе и в благодарности. Какой отбор должен быть учителей, воспитателей на эту профессию, чтобы отсортировать тех, кто идет, просто лишь бы идти. И какой уровень зарплаты. И какой уровень от тех, кто любит это. Кто действительно любит детей. Да? Это настолько серьезная штука. Да это видишь, это во всех органах, во всех инстанциях. Везде должно быть вот эта отсортировка. Вот даже вспомни, наше детство, школа, дядя Степа. Как мы верили дяде Степе. Наши дети так верят сегодня дядя Степе? Нет, конечно. У нас был, да, у нас было, это просто был милиционер, к которому ты всегда можешь обратиться. И этот дядя поможет. Ну, то есть, ты знал, что здесь вообще чистота и искренность. Честь мундира, все. Здесь вот просто честь мундира. Любой родитель учил своего ребенка, что если ты, не было телефонов, если ты потерялся или какой-то вопрос, ты всегда, во-первых, что он не всегда на виду милиционеры, а во-вторых, ты всегда можешь обратиться, и у родителей ни у одного не возникало страха, что милиционер может что-то там ребенку какую-то неприятность нанести. Было просто это самая чистая профессия, самая искренняя была. что потом у себя заберут ребенка, дадут штраф, еще что-то накажут, ничего не было. Была вот эта искренняя помощь, искренняя поддержка, искренный интерес, чтобы все были счастливыми. Это было в СССР. Кстати, в СССР в эту сторону, когда шли к коммунизму, очень много хороших вещей было. Очень много на самом деле. Потом они были разрушены. Вот эта чистота искренности была, и в людях она была. И в людях была. И профессию выбирали с интересом. Да, да, да. Мне родители рассказывали, как мой отец поступал, я была удивлена его профессией, он там шел с мелиорацией связанное, с техникой связанное, учиться, когда учился. И он потом рассказывал, говорит, мне так было интересно, это вся техника, люди голодные, боли, им интересно было здесь знание это все получить после войны. Да, да, да. Все, я как вспомню, как поступить, чтобы в Минск уехать. Вот моя мама рассказывала, она родилась в деревне, и ей надо было, чтобы уехать в Минск, учиться, ей надо было, первое, закончить школу с медалью обязательно, второе, определенные ее на год оставляли какие-то трудодни надо было наработать, и только после этого ей давали бумагу, разрешение, что она может учиться в советском вузе. То есть, прикинь, для того, чтобы уехать учиться, она должна была пахать, пахать и пахать. И, конечно, была выбрана специальность, которая ей была интересна, в которую она верила. Понимаешь? Это все немножко поменялось. Тогда тоже были перелеты, дурные перелеты. Сейчас о трудоднях даже думать дико. Ну, да. Но общество развивается, сознание развивается. Но о трудоднях... Было ценнообразование у нас. Знаешь, еще что было? Трудодни, там, это все, ладно. А именно в людях, в самих людях была чистота. Чистота. А смотри, чистота с чего начиналась? С воспитания и отношений. Не бегали женщины за мужиками. Нет, этого не было. Мужчины не показывали свои члены. Да, да. И так далее. Вот эта голубизна не торчала нигде. Вот эта деградация не торчала. Это вот все пришло с Америкой в начале, в конце 80-х, начало 90-х. Развал СССР. Вот с развалом пришла вот эта, жесть пришла. А чистота была. И у меня даже, когда я вспоминаю, у меня время детства советского, вот до развала СССР, идет таким солнечным. Потом 90-е у меня идут темные. Потом у меня в 2000-х солнце всходит и заходит, всходит и заходит. И потом только, уже когда я ушла полностью, где-то с 14-го года, вот такой свет и пошел свет дальше, когда я к гипнозу пришла. Даже вот период практик, когда я уже, я же много лет занималась практиками до этого, и поездки, вот к суфьям там солнце, потом солнышко зашло, солнышко, потом уже дальше пошло, и сейчас свет, 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 пиздец свет. Вот этот период уже световой идет. И там с СССР вспоминался светом, счастьем. Да, у меня тоже абсолютно, мое детство, действительно, как солнечное. Ну, ты сказала про 90-е, мне и 90-е интересные были. Со своими какими-то, да. Но, ну, может, ну, темное. Ну, да, наверное, можно там сказать, но при этом, вот смотри, можно сказать темное, да, но при этом все равно это было интересно. То есть, вот если вспоминать, то интересно, столько возможностей было открыто. Возможностей очень много было. И очень весело вопросы многие решались. Да. Через бутылку водки это лучшая валюта была. Сейчас, вот вспомните это, это реально, вот как анекдоты вспоминаешь. Реальный сюжет, вот есть вещи, которые из своего, своей юности рассказала, молодости рассказала детям, вот как там, когда на права сдавала, там еще что-то, они ржали вообще просто в покот. Но это было, это было в СССР, вот как раз вот на этом переходе. Это было весело. Мне говорят, ну, типа, отмороженное, но реально, это реальные факты, когда там весело проходило время. Просто с СССР. Я вообще считаю, что моя жизнь самая интересная, самая крутая. Я вообще очень благодарна себе за вот эту жизнь, за эти возможности, невероятная, потому что, а сейчас так это вообще просто жизнь, ну, я не знаю, как солнце, как вообще вот просто кайф на самом деле. Да, это счастье. Счастье, когда ты осознаешь, что ты полностью в раю. в раю. Твое сознание создает твою игру. И ты отражаешься в людях, и для того, чтобы отражаться так, как тебе комфортно, надо быть в гармонии со своим внутренним миром. Потому что именно твой мир отражается через человека. И это удивительно. Твои осознания и озарения создают вот эти декорации, поддерживают игровые карты, в которых ты играешь. Это все ты. Это ты. Это твои отражения. И это невероятно интересная игра. И вот когда ты вот это охватываешь сознанием и видишь, как этот процесс происходит, просто охрененно завораживает. Завораживает величием, завораживает счастьем. Каждый день это интерес, интерес, интерес. Но для этого надо чувствовать. Чувствовать, чувствовать, чувствовать. Надо убрать подмены. Чувство – это не эмоции. Чувство – это не ощущение. Чувство – это чувствуется, как если бы, и это разум говорит. И тогда придуманная наукой интуиция – это ложь и обман. Это чувствуется, как если бы, и каждый раз новый жизненный опыт подтягивается. Все. Нету никакой интуиции. Интуиция – это то, что… Есть чувство. Да, чувство. Интуиция – это такое же искажение вынесенности. Это попытка чувства вынести в объективную реальность. Да, да, да. То есть чувство сделать объективными, прикинь, разум вынести в объективность, потому что ума не хватает. И это делает ум. Прикинь, настолько обнаглел. и еще за это он умеревскую премию получил. Это вообще стеб-стебный. И еще авторитет Эйнштейн у Черниговской. Что он говорил? Что разум покорный слуга. интуиция. Это… 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 Ну, просто вот… Стеб-стебский. Разум покорный слуга объективному чувствованию. То есть чувствование в субъективном мире служит чувствованию… отражению чувств в объективном мире. Это если перевести на русский язык, то есть по психическим процессам, которые идут, то это примерно так будет звучать. Нет. Субъективный мир создает объективный мир. И никак иначе. Точно так же, как сознание создает материю. Уплотняет сознание. Сознание уплотняется, уплотняется, уплотняется и в какой-то момент проявляется. Проявляется. Да. И опять-таки проявляется благодаря наблюдению сознания. Убрать сознание… И концентрация, и внимание, да. Убрать сознание и не будет материи. Потому что это все сознание. А про разворот к себе Мы поговорим сегодня Мы поговорим сегодня на курсе Дадим самые эффективные психотехники Чтобы у человека было Вот делай раз, делай два, делай три И ты разворачиваешься к себе Следующий шаг Это будет вернуть в себя Бога Следующий шаг мы поговорим о целостности Все, вот эти вот три шага делаем И мы переходим из гипноза в инфодайинг И уже оттуда начинается инфодайинг Сегодня двери Открытие к себе Да, ну и в дальнейшем у людей Останется запись Когда они смогут прийти из кабинета посмотреть Взять практики И сделать Две открытые двери в себя В себя Ни одна из психотехник Ни из открытого доступа Все полностью собранное Новое и самое эффективное